Подготовка к ОГЭ. Итак, мы сегодня с вами будем разбирать амфограммы. Компьютер, планшет и даже смартфон – это сейчас главные помощники старшеклассников для подготовки к экзаменам. В заключительные дни третьей четверти уроки проходили в дистанционном режиме. Учителя связываются с детьми посредством других мессенджеров и ВКонтакте, и в других социальных сетях. Ну а для обучающихся 9-11 классов введены онлайн-консультации. Эти консультации проходят в режиме чатов, используя платформу Skype. Ребята с утра собираются все дома у себя, учитель садится за компьютер и начинается работа. По Skype учителя показывали ученикам презентации, объясняли темы и разбирали задания. Видно, что карантин – не помеха учебе. Ребята могли общаться с учителями, задавать им вопросы. Студент пятого, еще один пример приложения или уточнения. Приложения. А вот остальные ученики, которые не будут сдавать выпускные итоговые экзамены, завершали четверть с помощью платформы Московской электронной школы. Учителя ежедневно выкладывали туда задания и материалы, проверяли их и ставили оценки. Готовы были к этому. У нас есть достаточно хорошая техническая возможность. Данный формат удовлетворяет и родителей, удовлетворяет детей. Пока неизвестно, насколько точна информация о продлении каникул до 14 апреля. Поэтому педагоги готовятся к тому, что уроки будут проходить, как положено, уже с 1 апреля. Скорее всего, к интернет-обучению в этом случае подключат не только выпускников, но и остальных учеников, чтобы школьная программа была усвоена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok